Приветствую, друзья! Наконец-то я могу съесть и спокойно снимать посылки, которые я сделала общим заказом на 11-11 ноября. Они приходят друг за другом. И, не знаю, как бы извинить, что я их уже все вскрыла, но мне нужно было знать, что именно пришло, чтобы отчитаться перед продавцом, что я все получила, потому что там сроки истечения гарантии на доставку посылки вот буквально истекают каждый день. И надо успеть. А лежат они уже с начала месяца или даже с прошлого месяца. В общем-то, они у меня вот здесь вот в этой моей розовой коробочке и их уже довольно много. одна большая посылка и много маленьких, которые уже битком туда набиты. Но хочу вам сказать, что это еще не все. Просто их набралось и мне нужно их отснять, чтобы ими уже начать пользоваться. Вот. Но кое-чем я уже, в принципе, попользовалась. Поэтому начну, наверное, с большой, потому что она мне нужна в работе. Пришла она 1 декабря. Напоминаю, что все посылки, все закупки были сделаны 11 ноября. Итак, пришла она 1 декабря. Я здесь себе помечала день, когда я за ней ходила на почту. Вот. И, собственно, я ее уже распаковала и это мой штатив. Ура! Ура! Вот. Но на самом деле не стоит тут сразу радоваться. Он пришел в такой коробке. картонная, она довольно мятая. И, когда я распаковала, я надеялась, что он не повредился. Давайте с вами будем открывать. Вот. Внутри он в чехле. Так. Вот сразу отбросим. Ну, такая обычная, знаете, как подкладку делаю дешевую на шубах. Вот. И с такой тканью. Чем-то похожа на баллон или брендент. То есть, она... Ощущение такое, что она водонепроницаема. Ну, сомневаюсь. Ну, такой эффект создается. Вот. Здесь на застежке мы ее отодвигаем. Открывается эта штучка. Кстати говоря, очень удобно, если носить с собой куда-то. И ручка не длинная, то есть, как у зонтика примерно. То есть, ну, удобно. Единственное, что меня смустило, если хочется сделать ручку подлиннее, то ничего не выйдет. Потому что, зная, то что она двойная, она не регулируется. Вот. То есть, либо одно, либо другое. Хотя... Хотя можно попробовать, наверное. Да. Можно вот так вот вытянуть, и она станет длиннее. Ну, ненамного. То есть, ну, можно на плечо повесить. В принципе. Вот. Ну, давайте же начнем. Вот, что я с этим чехлом. Больше времени положу, чем... Так, теперь как бы мне ее обратно. Вот. Вот. Дальше достаем он здесь, в пакетике. Вуаля. Значит, пакетик... Из пакетика достаем. И, собственно, здесь особо рассказать нечего. Я думаю, что все вы видели обзоры на эти стативы. И мой обзор будет не исключение. Вернее, я не исключение. Я тоже уже видела на него обзор. Но... Не знаю. Наверное, я плохо выбирала. Потому что я немного разочаровалась. Поскольку... Так вот он выглядит круто. То есть толстые ножки. Ну, во-первых, хочу сказать, что это никакой не углепластик. И даже не пласт никакой. Это обычный алюминий. Вот. И тут я вот... В чем именно я разочаровалась. Мы сейчас до этого дойдем. А, извините, буду сопеть. Потому что вчера что-то где-то у меня продуло. Не знаю. Вот. В общем... Здесь даже вот... Наклеена наклейка с названием модели. TF-3110. Ну, в общем, что. Обычный это ренок. Вот так он раздвигается. Вот эта штука не очень, кстати, она заедает и не фиксируется. То есть ее нужно вот так вот вниз опустить, чтобы она зафиксировалась. Ну, я думаю, что это, в принципе, не проблема у этого. Вот. Ну, видите, она как бы обратно вернулась. То есть она так и не зафиксировалась. Вот. Тут снизу вот этот трес, он никак не закрыт. То есть тут дырка. Вот. И этот трес довольно острый. И тут внизу уселся. Дальше, что мы имеем? Вот он пока что маленький такой. Его можно поставить на стол и на нем снимать. Так. Поближе вот так вот, наверное. Тут, что мы имеем? Вот эта часть. Здесь есть ручка. Часть вот эта. Она... Так. Есть ручка. Вот эта внизу ручка есть еще. Откручиваем. И она поднимает штатив на новый уровень. То есть он, в принципе, становится длиннее. Вот. Ну, в общей сложности я думаю, что здесь где-то сантиметров шестьдесят получается. Может чуть меньше. Чуть-чуть опущу, чтобы вам было удобно показывать. И вот так закреплю его. Вот. Теперь он не вниз, не вверх. Чтобы вам было удобно показывать. Так. Давайте, наверное, на фоне стены. Потому что на фоне меня все не очень удобно выглядит. Здесь есть еще одна ручка. Мы ее раскручиваем. И смотрим, что же из-за нее... А, она вертится по горизонтали. Благодаря этой штуке. Так. Мы можем пока закрепить. Чтоб она не закрепилась вперед. Так. Так вот. Есть и такая ручка. Она просто постоянно раскручивается. Но я думаю, что, в принципе, это... Ну... Можно просто гайку другую нацепить. И, в принципе, будет нормально. Тут вот есть отверстие для зайки. Вот. В общем... Вот такая вот ручка. Она позволяет регулировать наклон камеры. Также здесь видите... А... Уровень. Чтобы у вас есть вертикаль или горизонталь. Ну, в данном случае горизонталь. Или вот так, например, вертикаль. Если нужно. Вот. Ну, в принципе, для идеального горизонта это хорошо. Для идеальной вертикали. Не знаю, кому бы нужно было это. Вот. Есть... Так, давайте, наверное... Наверное, вот так вот. Ну, или как-то так, чтобы видно было. Ну, я не думаю, что видно. Внутри тоже есть регулятор. Вот он крутится. Это для крепления, собственно, вот сюда вот камеры. Так. И что еще у нас здесь? Еще есть вот такая ручка, которую тоже откручиваем. И поворачивается вот эта штучка. Здесь можно точно так же повернуть ее вертикально или горизонтально. Вот. То есть все здесь крепится. Ну, я вам скажу по своим впечатлениям, насколько я вообще знакома со штативами. Это хлюпенький штатив. То есть это самый, что ни на них, дешевый китайский штатив. Самый настоящий. И, наверное, вот те деньги, которые я с него сплатила, в районе 500 рублей, там, плюс-минус, я обязательно все ссылки оставлю. Вот. Он, наверное, того и стоит. Потому что настоящий штатив, хороший, качественный штатив, я сейчас продолжу, вы поймете, почему я так говорю. Хороший, качественный штатив столько не стоит. И так. Продолжим дальше. У нас здесь не фиксировано. Здесь есть такие вот защелки, заклепки, ушки или как это называется. И выдвигается ножка. Видите? Это все. Это максимум. Следующий. И выдвигается. Такая же коротенькая. Ну, я не знаю, сантиметров 15, наверное. И следующая. Такая же коротенькая, и она вся ходуном уходит. То есть, вот видите, она не ровная, не горизонтальная. Закрепляем. И я думаю, что вы понимаете, какая здесь толстая ножка, и какая здесь тоненькая ножка. И я когда разобрала его полностью и поставила на стол, когда я поставила его на пол, я поняла, что крепить на него камеру в таком состоянии я точно не буду. Потому что с нашей Алиской я не ручаюсь за камеру. А у меня, знаете ли, есть и, например, зеркалка хорошая, и я точно не прикреплю ее к этому штативу. Вот. Но, например, если и по высоте он получается, то есть где-то метр, метр десять. Если полностью его разобрать вот так вот, выдвинуть все части на максимум, получается где-то, ну, метр, может быть, метр десять. Вот. Вот. Вот такой штатив. И я поняла, в принципе, что вот, разочаровалась я тем, что он хлюпенький, что он не выдержит хорошую камеру. Что зеркалку я на него точно крепить не буду, потому что это опасно. Кстати, говоря, маленький плюс забыла сказать, вот видно, отсвечивает. Вот это все пластик, а вот здесь вот рифленая вокруг ножки, это резина с рифлеными горизонтальными такими полосочками. Это большой плюс. Не будет скользить. Вот. У меня была салфи-палка, на ней такого не было. Так, на чем я стоялась? В общем-то, крепить на нее какую-то крупную технику я бы не стала, особенно когда полностью выдвинуты все части. Вот так вот на столе, то есть для съемок, вот так вот разговорных, для каких-то мастер-классов, для распаковок, это вполне годится. В принципе, я его для этого и брала. То есть, если я и буду снимать что-то на расстоянии и на высоте, то я думаю, что я не буду его ставить на пол. Вряд ли я буду выдвигать все части целиком. То есть, ну, может быть, вторую ножку, то есть вот эту часть выдвину, а остальную я не буду выдвигать, потому что какое-то у меня к ним недоверие. Вот. Выдвину и вот так вот поставлю. Либо на стол, либо на тумбочку, то есть у меня позволяет как бы мебель на нее что-то еще поставить. Поэтому вот, если оно стоит на толстых ножках, я спокойна, потому что оно никуда не денется и ничего с ним не случится. Вот оно как бы устойчиво стоит. Если оно стоит на хлиптеньких, то есть я уже проверяла на полностью выдвинутых тоненьких ножках, оно как-то подозрительно неустойчиво. Поэтому я не уверена, что буду как бы выдвигать. Да и, в общем-то, мне техника дороже, чем дешевые штативы. Поэтому вот такой вот обзор и, в принципе, извиняюсь, я уже им попользовалась, поэтому я могу вам рассказать не только о том, что я его распаковала и описать такое, но и описать, что именно мне в нем не понравилось и, собственно, что понравилось. Вот, ссылку я оставлю на магазин. Кстати говоря, буквально после заказа, через неделю я увидела такой же на 100 рублей дешевле. Но после распродажи, уже после всяких там пост распродажи, уже спустя, можно сказать, месяц я зашла к тому подозру, которого я заказывала и к другому, которого видела аналогичного, цены у них совершенно разнятся. То есть тот, который мне продавал, у него этот штатив стоит около полутора тысяч, тот, который я нашла аналогичный, у него сейчас задается где-то за 900, но на него стоит 40-процентная скидка. Так что вот так вот. В принципе, не знаю, я немножко разочаровалась в этих 11 ноябрях. Во-первых, тоже еще хочу такое отступление сказать небольшое. Там были какие-то бонусы, которые дарились за то, что ты заходишь на сайт и кладешь какой-то товар в корзину. Я заходила с компьютера и получается, что мне должно было прийти, по-моему, два раза по 15 бонусов, то есть 30 бонусов. Или, да, нет. В общем, я что-то запуталась. Каждый раз давалось какое-то определенное число бонусов и, в общем-то, в итоге, когда я посчитала, да, у меня должно было получиться 40 бонусов. Вот, 40, да, не 30, 40. Вот, но в день распродажи я обнаружила, что 20 бонусов засчитали, а еще 20 не засчитали. И, в принципе, когда, по-моему, я заказывала не статив, а у меня был другой очень большой заказ у одного продавца, там я заказывала маркеры и какие-то еще канцелярские прибамбасы, они еще не пришли. У меня заказ вышел на кругленькую сумму и там можно было скинуть 2 доллара. Немного, но мне бы это сыграло на руку. Вот. Но, к сожалению, я не смогла применить эти бонусы, поскольку половина из них вообще не засчитала. Вот. Вот это был косяк, который, как бы, меня немножко расстроил в плане этих распродаж. Вот. И, соответственно, потом тоже я еще установила уже после этой распродажи, установила программу, которая, я думаю, вы все с ними знакомы. Такой график внизу на экране открываешь, когда сайт, там, Алиэкспресс или еще какой-то. Внизу появляется график, который отслеживает, насколько, там, поменялась цена. То есть, продавец накинул или, наоборот, сбавил. И как это все менялось, варьировалось. Вот. Я снялась программу и обнаружила тоже, что в некоторых моментах меня, конечно, накололи. Вот. То есть, в принципе, со всеми покупками я осталась в выгоде. То есть, там были небольшие и где-то большие скидки. Но, например, уже после распродажи я поняла, что продавец скидывал 10 рублей, 20 рублей в основном. И кое-где были скидки более 50% действительно. То есть, штатив, по-моему, у меня вышел с 70% скидкой. Это очень круто. Вот. В общем, я к тому, что я попробовала, что такое распродажа 11.11 и не уверена, что буду в следующем году так делать. То есть, я просто грамотно воспользуюсь вот этим вот графиком и закажу товар со скидкой уже сейчас, не буду ждать следующего года. Вот. Такой у меня получился обзорчик и небольшой экспромт по поводу всей этой распродажи. Так что, не знаю, люди, как вам. Хотите, участвуйте. Хотите, будьте грамотнее и не участвуйте в этом лохотроне, по сути дела. Вот. Такой, в общем, у меня есть теперь штатив. Я теперь могу снимать на него. И это супер. То есть, мне теперь не надо будет думать, куда поставить камеру, на что ее прикрепить, чтобы она не тряслась. И все в таком духе. Теперь я очень рада, что могу снимать на столе. То есть, ставить камеру на стол и снимать все же мастер-классы и какие-то распаковки в статичном состоянии, а не тогда, когда у меня все трясется. Так вот. Вот такая получилась у меня покупочка. Я ей очень довольна. И меня она полностью устраивает, несмотря на то, что были недостатки, которые меня разочаровали, все-таки я довольна. Так, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сейчас у Ютуба нововведения. Кроме того, что вы нажмете кнопочку подписаться, вам нужно нажать еще на колокольчик и поставить галочку, что вы хотите получать все уведомления. Таким образом, вы не пропустите новых видео, которые будут выходить на моем канале. И вообще, Ютуб всякими возможными способами будет вас оповещать о любых изменениях на моем канале. Так что, подписывайтесь и обязательно нажмите на колокольчик. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.